Когда готов делать всё, что угодно, она не дописывает диплом. Всем привет, с вами Вика, и сегодня я снимаю тег моей музыкальной ассоциации. Итак, первый вопрос. Это песня, которая у вас ассоциируется с детством. У меня это, скорее всего, песня группы Rainbow, I Surrender. Не знаю, у меня она ассоциируется с таким моментом, когда я играла в куклы-брат, а папа слушал эту группу, и поэтому у меня как бы запомнилась вот эта песня. Но на самом деле у меня много разных песен, которые ассоциируются с детством. Но вот эта песня, пожалуй, первая, о чём я вспомнила. Песня, которая напоминает вам о близком человеке, родственнике. Ну, я скажу о песне, которая напоминает о моём брате. Это The Weekend Starboy. И вообще, в принципе, весь этот альбом Starboy, он напоминает мне о брате, потому что он его фанат, и слушает постоянно, и включает на всю громкость, поэтому мне приходится как-то с этим мириться. И в итоге сначала мне не нравился The Weekend, но потом я как-то влюбилась в его творчество, хотя он исполняет в стиле R&B, и как бы я обычно слушаю рок, но тут я сделала исключение. Далее. Песня, которая связывает тебя и твою лучшую подругу. У меня эта песня, скорее всего, Blue October, Sade. Помню, как мне моя подруга её кинула. Была как раз осень, то есть эта песня была как раз к месту. С того момента эта песня мне напоминает о том времени, собственно, о подруге. От какой песни у тебя мурашки по коже? Наверное, это песня Point of the Fall, Sleep Sugar. То есть эта песня, она настолько проникновенная, такая, ну, необычная. Она, конечно, накладывает сильный отпечаток на сознание. Ну, не знаю, по крайней мере, так происходит у меня. Под какую песню чувствуешь себя клёвым? Ну, для меня это, наверное, любая из песен Arctic Mankis. Потому что, не знаю, я настолько люблю эту группу, что я готова её слушать прям 24 на 7. Я уже так и слушаю их. Я их слушала раньше, слушаю сейчас и буду слушать ещё через 10 лет. Но если конкретно выделять какую-то песню, это, наверное... Блин, даже не знаю. Ну, пусть будет Арабелла. Потому что я могу сказать, что я даже свой ник в Инстаграм взяла из этой песни. И вообще я люблю разбирать песни Arctic Mankis на какие-то цитаты. У них там очень такие крутые тексты, что каждое предложение — это просто как суперцитата. Суперцитата. Какая песня ассоциирует у тебя с Новым годом? Ну, конечно же, это George Michael's Last Christmas. Эта песня... Не знаю, мне она так нравится. Ещё этот клип вспоминаю. Очень крутая песня, она ассоциируется именно вот с Рождеством, с Новым годом. Какая песня вызывает у тебя улыбку? Вчера, например, мы с братом очень смеялись с песни Ревы, как Челентано. Ну, короче... В общем, такое. Какая песня идеально подходит для занятия спортом, мотивирует на спорт? Я думаю, что, допустим, эта песня Дэвида Гетты «Love is gone». Просто там такой бит, что прям хочется что-то такое делать. То есть, не знаю, бежать по дорожке или отжиматься, или качать пресс. Ну, в общем, в принципе, любая такая песня, которая содержит в себе быстрый темп. Может быть, какой-то ремикс, кстати. Какую песню часто напеваешь себе под нос? Ну, вообще, я напеваю себе песни под нос, когда они мне очень нравятся. И когда я, допустим, только нашла эту песню, я начинаю ее слушать целый день, и я не могу остановиться, я слушаю ее целую неделю, и, в общем, так можно перечислять долго. Но я думаю, что в данный момент эта песня Оффенбах «Be Mine». Потому что как-то я ее реально так подпевала каждый день почти. Вот, в принципе, и все. Я ответила на все вопросы этого тега. Надеюсь, было интересно послушать, с чем у меня ассоциируется каждая из песен. И вообще, я считаю, что музыка — это очень хороший проводник к воспоминаниям, потому что, включая ту или иную песню, вы прямо погружаетесь в тот момент, вспоминаете тех людей, которые были с вами в то время, и тем самым вы можете очень легко освежить какое-либо событие в вашей жизни, в вашей памяти. С вами была Вика. Всем пока!